Ассаламу алейкум араматуллахи а баракату. Абракату. Асха, ну вот, наконец-таки, мы сообразили с тобой прямой эфир. И начну я с таких, таких, как ты вообще, брат, как твой пост проходит? Я тебя один день не видел, как будто уже год прошел, знаешь. Отсюда взять тебя, менять, вот так, если не получается. Баракаллаху пикю. Баракаллах, иншаллах. Начнем с такого, вот человек спрашивает. Почему мы так много словечек говорим, вот, арабских, когда общаемся, там, баракаллахфикум, джизакаллахххайрам, там, и так далее, вот, ну, чё это, без этого нельзя, типа, чё, зачем? Без этого можно, баракаллахфик, дай Аллах тебе благодать, большое спасибо, и так далее, но почему они это связаны, потому что это всё было в сунне пророка Мухаммада, саллаху алейкум, то есть так сахабы, радуаналлаху алейкум, друг к другу обращались, и мы уважаем арабский язык, из уважения к арабскому языку так общаемся. Почему мы уважаем арабский язык? Потому что это язык Кур'ана, это язык, на котором разговаривал наш пророк Мухаммад, саллаху алейкум, и мы обязаны уважать, потому что Всевышний сказал в Кур'ане, Тот, кто возвеличивает шариат Аллаха, тот, кто возвеличивает законы Всевышнего Аллаха, церемонию Аллаха, то это из богобоязнительности сердца. Маша Аллах. Асхат, давай я тебя представлю сначала зрителю, кто тебя не знает. Асхат, имам мечети. Асхат, ты хат из Кур'ана, правильно? Не хочу тебя смущать, но это как есть. Пускай Аллах просит, чтобы Всевышний Аллах принял, иншаллах. Аминь, аминь. То есть Асхат знает Кур'ан наизусть. То есть, когда мы говорим, что это Писание не утеряет себя, то мы можем уже исходить из того, что есть много хатизов, и Асхат один из тех, кто полностью Кур'ан держит у себя в голове. И, помимо этого, когда ты читаешь Кур'ан, Асхат, ты его понимаешь? Алхамдулля, помимо Саллаха, то есть, Кур'ан, то есть, когда читаешь, понимаешь, но также мы должны возвращаться в стафсир, то есть, разъяснение аятов, и стараемся постоянно читать, постоянно напоминать по этому. Но если открыть Кур'ан и читать, помимо Саллаха, Аллах миловал, что понимает арабский язык. Ну, вот ты арабский язык понимаешь. То есть, это не как я, например, когда я читаю, и не понимаю, например, мне нужно выучить и перевод смысловой, чтобы я понимал, что за мальтёв. То есть, ты читаешь и сразу понимаешь уже. Алхамдулля. Да, это чувствуется, когда ты читаешь молитву, это чувствуется. В опеку Маракала. И вот, давай я перейду к таким вопросам. Здесь есть и такие, и чуть-чуть. Ну, я думал, более насыщенно будет у нас этот комментарий вопросами. Но, но, так, вот, хотелось бы, вот, человеку хотелось бы послушать о пересечении христианского Иисуса в Библии и пророка Исы ибн Марьям в Коране. Один ли это человек? И если да, является ли его персона, объединяющая христианство и ислам в братские религии? Ма-шал-лах. Иса ибн Марьям переводится на русский язык Иисус ибн Марьям. Иса ибн Марьям, Иисус ибн Марьям. Это один и тот же человек. Это раз. Второе, то, что его пересечения Аллах в Коране говорит, Его не убили, его не распяли, им показалось. То есть имеется в виду, когда враги объединились против того, чтобы найти Иисуса, Иисуса ибн Марьям, и хотели, как бы, убить его, то Аллах, субхану, поменял облики Иисуса с Иуды, Иуды показал, и Аллах, субхану, вознес Иису к себе, Иисус ибн Марьям, к себе на небеса. И мы еще верующие знаем, то есть мусульмане, мы говорим, что он вернется перед судом днем обратно на землю. И мы Иису любим больше, чем Иисуса, сына Марьям. И Иису ибн Марьям, мы любим больше, чем самих себя. И кто из нас скажет, что он не пророк, то он выходит из религии, потому что Аллах его полюбил. Аллах сказал, что он пророк, что он постальник. И что касательно понимания братской религии, то есть были религии, иудаизм, потом пошло христианство, потом ислам. Но Всевышний Аллах, субхану, в Коране говорит, Самые близкие к мусульманам, ты увидишь, это христиане. Потому что из них есть монахи, из них есть священнослужители, и они не проявляют высокомерие. То есть они не высокомерные люди. А хотел, вот у нас в исламе, я как знаешь, будет пришествие Иисы. Правильно? Будет? То есть мы ждем, мы ожидаем пришествие Иисы. Да, мы его ожидаем. Он не умер, он на небесах у Всевышнего Аллаха, субхану, в Коране. То есть он, как бы имеется в виду, Аллах его обратно спустит. Но его миссия на земле еще как бы тоже не закончена, получается. Он скоро вернется. Он вернется. Да, да, вернется, когда это один из больших столпов судного дня. То есть один из больших признаков судного дня. Это Алимат-эль-Кубра называется. То есть 10 больших признаков. Один из больших признаков, насуль Иисы Абнамарьян, вернется Иисы. Он уничтожит Яджудж-Маджуджи. То есть такие как бы будут, это уже отдельно такие, скажем, на земле. И, Алхамдуллах, убьет Даджжаля. Яджудж-Маджуджи, это такое племя будет, которое будет, короче, создавать помехи в мире, да, я так понимаю? Это охватит весь мир, кроме Микки и Един. То есть весь мир будут нападать и так далее. И Иисус, Иса, остановит это. Он их остановит, он остановит это, Алхамдуллах. По воле Всевышнего. По воле Всевышнего. Да. И вот, теперь такой вопрос, Асхад. Что такое дежавю, Асхад? Дежавю. Знаешь, когда нам кажется, что мы что-то увидели снова, что-то мы видели уже, как бы. Вот, например, я разговариваю с тобой сейчас, да, и мне потом такой, ой, это же уже было. Вот этот дежавю, как это объясняется в исламе? Как это разъясняется? Дежавю. Вот это вот дежавю. 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 Обнять тебя хочешь, в Аллахе. Брад, это взаимно. Борис говорит, Аллах, Субхану Танаса, творил из двух вещей. Джасад и Рух. Душа и тело. И Аллах, Субхану Танаса, в Коране говорит. Мухаммад, тебя спрашивают касательно Души, Духа, который у нас. Скажи, что это повеление Всевышнего Аллаха. И вам мало что дано знать об этом. То есть, такого, какого-то конкретного объяснения в исламе нет. Может быть, это, может быть, уже души встречались. Когда мы, например, засыпаем, Аллах, Субхану Танаса, говорит, я вас умиротвляю ночью. И вы потом опять воскрешаете. То есть, когда человек умер, его тело в постели, никуда на него перемещалось. Когда спишь, да. А душа где только не бывает там. Ты, наверное, на ринге бываешь там во время этого, да, там, или еще что-то. Или еще не попадаешь. Да, да, да. То есть, это душа, встречаются души. Поэтому, Аллаху Ана, может быть, это джавю, это одно из тех вещей, где души, например, встречаются, где раньше они были, как бы встречались. Всевышнему дано знать о этом лучше, потому что, Аллаху Субхану Танаса, говорит, вам мало дано об этом знать. Да, баракаллаху пикум. Вопрос у меня такой, Асхат. Или сразу я перейду к ложке дегтя, да, так в свой адрес. Окей, у меня MMA. MMA. Это харам. Это харам? А как думаешь? Ну да, это харам. Я так говорил, я так знаю, но я знаю, что бить по лицу там и так далее, там вот такие прикладные виды единоборств, это харам. Да, я так знаю, и я не ошибался, да, я так понимаю. Машаллах, то ты точно ответил, Машаллах. Вот, ну я, смотри, Асхат, но сказать теперь, что я, окей, я занимаюсь, да, я имею понимание и занимаюсь MMA. Я перестаю от этого быть мусульманином, например. Это выводит меня из религии? Нет, конечно, это человека, то есть, перед тем, как это ответить на вопрос, я бы хотел сказать, брат, на сегодняшний день, субханаллах, очень так люди любят людей выводить из религии. Это вышел, этот зашел, это вышел. Мы должны понять, что Аллах, во-первых, нас послал для того, чтобы мы призывали людей, для того, чтобы выводили, решали, кто в раю, кто в аду и так далее. Это отдельная тема, об этом суровое наказание тому человеку, который решает, кто будет в аду, кто будет в раю и так далее. О том, чтобы вывести из религии, это, субханаллах, это там отдельная тема большая. Я один раз, даже во время хутаба, я восемь проповедей сделал в мечети на эту тему. Это, то есть, такая большая тема, то есть, когда это говорят, так далее. Но действие, которое, например, человек сделал, например, харам, некоторый куфр, который харам, оно не выводит его из ислама. Я скажу, даже более того, брат мой, вот нам говорят, иногда думают, как так, имам и боец, ага, значит, поддерживают бои и так далее. Я не поддерживаю братья бои, и Мухаммад говорит, что это харам. Я говорю, что это харам, но я его люблю, его, его сердце, его душу, как брат, ради Аллаха, за то, что его благие дела, субханаллах, субханаллах, намного больше, чем это, и мы, и Аллаху это ведомо, и мы это тоже, الحамбулли, видим в мечети, когда вместе находимся, маршалла, барык, лафик. И что касается, даже более того скажу, во время пророка Мухаммада, саллаху али салли, был такой человек, Абдуллах его звали. И пророк, саллаху али салли, очень его сильно любил, он смешил, поднимал настроение, посланник Аллаха, но у него была одна такая вещь, он постоянно принимал, пил вино. И именно после того, как Аллах запретил пить, после запрета, и его приводили, делали палками, били, прилюдно, то есть как бы искупление за это, потом опять он как бы шел, саллаху али саллаху али салли, с ним общался и так далее, и многое стал пить, и Умар абин хаттаб разозлился и сказал, проклять Аллаха на тебе, Абдуллах, то есть сколько можно, не стыдно ли тебе постоянно грешить, приходи, пророк саллаху али 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 саллаху того, кто пил. То есть, как ты можешь это пить? На что он сказал Я клянусь Аллахом Стесняюсь Аллаха подумать об Аллахе, то что его милость, она намного меньше, чем его грех. То есть, его грех больше, чем милость. Это что касательно тех, которые пили и так далее. А здесь, брат, да, это харам, но это ни в коем случае тебя не выводит из религии. Не выводит из религии. Но я все время, я все время, знаешь, это как, это я уже давно я говорю, что я вот час, час, час я близок к завершению, что вот, 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 я закрою этот вопрос. Венчала, я скоро к этому приду. Да, я очень, я стараюсь. Я немножко увязался, но я стараюсь. Если ты решишь, брат мой, это не похвала в лицо, это братьям хотелось, я скажу Аллахе, не потому, что Мухаммад такой популярный, не потому, что Мухаммад, но если как человека, и кто с ним еще поближе познакомится, когда вместе с ним молишься, когда с ним вместе посеешься, и вторжелось, Субханаллахе, всегда хочется к нему тянуться и обнимать его, и брать вот так вот. Окей, по поводу курения, вот, люди интересуются, вот, если он курит, то портит ли курение пост? Вот, портит ли курение пост? Во время поста, если он курит, то... Да, если во время поста курит. Да, когда вот днем, если он постится и курит, его пост нарушается, да, конечно. А если он попостился и вечером курит потом? Да, смотрите, пост его не портит, но это уже друг, но это харам. Это харам, и Аллах говорит, и это запрещено кураном и сунном, потому что касательно поста, это как бы пост не портит. Но мы должны понимать, мы должны понимать, то, что мы сейчас не даем зеленый свет, что люди, а, не портят, значит, он разрешит. Да, нет, это харам. Из-за этого больше просим, человек, сунный день. Но касательно к посту, он как бы не имеет отношения, да, если он пост и разговорим. Окей. Вот у меня небольшое такое разногласие было, такое короткое в комментариях, и я там был немножечко не сдержан. Если этот брат сейчас смотрит, то я хочу перед ним извиниться. Прости меня ради Аллаха за мою не сдержанность. Я немножечко не сдержался, и так с ним, типа, ну, я задал вопрос ему, типа, ты тупой, типа, ну. Да, да, да. Хотя не стоило так делать, ладно. Ну, я знаю, один из халифов, когда шел, если меня поправишь, Умар, Умар, да, Аллаху Анхабул, и когда он шел, он задел кого-то в мечети, ногой случайно, и тот сказал, ты, ты что, осел? Типа, ну, вот так. И Умар ответил, нет, я Умар, и прошел дальше. И тогда, и кто рядом был, спросили, что он тебя оскорбил? Ты так, ну, вообще не среагировал. И он, и он сказал, но он не оскорбил меня, он спросил, типа, он спросил, ты осел? Я ему ответил, нет, я Умар. Да, в наше время мы уже так зарубились, беззади, кто осел? Да, да, да. А он как чуть-чуть, снисходительно, так нашел, такое короткое оправдание этому вопросу. Вот, это Умар был, не ошибся я. Да, Вот. И этот брат написал, типа, а зачем сестрам, я же сказал, там, братья и сестры, сестры, кстати, мне столько замечаний, делают, типа, не говори сестры, говори сестры. Окей. Братья и сестры, я сказал, мне один пишет, а зачем мы сестрам знать его, типа, Асхата, да, а я ему, типа, а меня это так чуть-чуть, я так, раздраженность такая у меня появилась, я так, типа, ты тупой, и он говорит, ну нет, вроде не тупой, вроде учился, говорит, отвечает. И я ему, я ему говорю, ну, зачем, по-твоему, должны знать богослово, да, ну, чтобы учиться, чтобы научиться, а он говорит, что учить должны только отец, брат, там, отец, брат, там, махрамы, короче, это правильное понимание, что, получается, наши, получается, наши сестры, там, они должны смотреть ученых, да, которые что-то разъясняют, что-то говорят, а должны слушать своих братьев и отцов, да, у которых, которым, которые, возможно, не проявляли усердие в, в изучении, там, того, что сказал какой-то ученый, например, или большинство ученых, это же может, это правильно вообще, это правильно, вот, подход? во-первых, иншаллах, Мухаммад, это когда мы с тобой хотели сделать эфир, там написали тогда, во-первых, я же вместе с тобой, иншаллах, тоже хотел, перед братом извиниться, потому что я тоже, получается, там, как бы, замешан в этом, что касательно брать знания у отца и так далее, давайте вернемся, то есть, я всегда стараюсь, как бы, в вопросах, где вот, когда мы, бывает там, один, одно говорит, другое, второе, всегда, что Аллах в Коране говорит, если вы в чем-то разногласите, то придите, вернитесь к Аллаху, и к посланнику, к Аллаху, имеется в виду, к Корану, к посланнику к Сунни, пророку Мухаммаду, саллаху алимсу, давайте посмотрим, вообще, в Сунни, как было, было ли во время сахаба, чтобы, там, мужчины, у женщин брали знания, или женщины у мужчин, а еще, рада Аллаху алим, уммуль му'минин, мама, привабеведная, сколько она хабицы передала, от посланника Аллаху, и приходили к ней сахабы, и спрашивали ее вопросы, ми урайль хиджаб, то есть, за хиджабом, он за занавесом, также, имеется в виду, за занавесом, то есть, если один на день не остается, у преподавателя, там, с сестрой, и так далее, или там, он один мужчина, и все женщины, там, это, к ним заходят, там, закрыт в помещении, вот такое, а тут, как бы, через видео, через телевизор, там, или даже, например, на худбе, когда имам, например, скажем, худбу проводит, и приходят мужчины, и отдельный вход для женщины, вен-таравих, например, что значит, это харам, что ли, нельзя послушать имама, и так далее, это, то есть, даже, во время Умара, аль-Хаттаба, когда он вел проповедь, не то, что слушали, даже, вступили в спор, с Умаром, с правителем халифы, когда Умар, когда много просили махар, женщины, то есть, свой вот этот вот дар свадебный, и тогда Умар, сказал, меньше просите махар, то есть, многие не могут жениться, из-за этого, и стала одна женщина, и сказала, «Я, Умар, а танхана ма ракхасана Аллаху Аль-Зау-Джал», فقد قال, «Субхану ва-Та'але, а тейтуми халиху на кинтара, па лати ахуду минху шея», Умар, ты нам запрещаешь то, что Аллах нам разрешил, а Всевышний, Субхану ва-Та'але, сказал в Коране, «Если вы даже дадите качество золота, качество махара, кинтар, кинтар, это примерно 45 килограмм золота, то чай обратно не забирайте себе». То есть, имейте в виду, Аллах даже нам кинтар, здесь в шею лати нам запрещаешь. И тогда Умар, он сказал, «Асаббат ил-мар'а, фа-акта, Умар». Сказала женщина правду, Умар ошибся, Субхану ва-Та'але. Приходили к сахабам, приходили к пророку Мухаммаду, поэтому нужно брать знания, то есть, да, опять же, если, конечно, у мужа есть знания, если у отец есть, в первую очередь, если у мужа есть знания, и так далее, мы сейчас не говорим про знания, знаете, которые, приходите ко мне на уроки, в мечеть, и я вам буду преподать не про это, если у мужа есть знания, у отца он, но если у какой-нибудь лекции и так далее, почему моя супруга смотрит у нее свои чехи, любимые, и так далее. И что, даже иногда что-то она за мной читает, спорит, так, я говорю, «Субханал, это, да нет, такой чех же, вот так далее. Ты что, ты меня не слушаешь, того же слушаешь. Машаллах». Шутим, шутим тогда. Машаллах. Так, в какой, вот это вопрос, в какой религии говорится, убей неверного и попадешь в рай? Я знаю, что я сейчас поделал, ты кепку снял, у нас разные стрижки. Даже? Да, 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 Ты к этому придешь, я тоже. В какой религии говорится, убей неверного и попадешь в рай? Такой хасиатовский вопрос, да? Да, да, я не знаю, в какой религии. Я тоже не знаю. То есть, такие, такого рода вопросы, брат мой, смотрите, это бывают такие вопросы, как бы, так скажем, человек хочет на чем-то, ну, может быть, провоцировать тебя и так далее. Почему? Потому что, смотри, он уже утверждает, этот человек говорит, в какой религии говорится. То есть, он не спрашивает, говорится ли по другому. Говорится ли вообще? Вообще в какой-нибудь религии. А в какой религии, так говорят? Никакой религии не говорится. То есть, например, сейчас ты идешь, например, по улице, и человек говорит, а ты, если я не верю, что же, значит, ты его, если убьешь в рай, попадешь, а если не убьешь, значит, ты грешник, значит, ты не попадешь в рай. Ни в одной религии этого нет, чтобы убить, верно попасть в рай. Есть вопросы, когда там идут битвы, и так далее, сражения, это другой вопрос. Чтобы человек, например, который говорит, я не верю в Бога, и тебе, Симишна Аллах говорит, ты где убей его? Нет, ни в какой религии, ни в Куране, ни в Сунии, ни в Сунии, ни в Сунии. Так, вот такой вопрос. Почему братья разделяются? Они дают салам друг другу, назвают друг друга сутистами, там, мурджитами, хариджитами, там, и так далее, и там, салафитами. Да, сейчас очень много вот этих вот, то смеять вот эти вот названия, я такое, такое и так далее. Никто не хочет назвать себя просто, я мусульман, я мусульман. Симишна Аллах в Куране что говорит? Аллах назвал вас мусульманами, он сам Симишна говорит, Аллах, он назвал вас мусульманами, в этом, то есть в Куране, и до Курана, то есть в Инджиле, в Таврате, мусульманами, покорным Аллаху Субхану. Человек начинает, ага, мусульман, а какой у тебя это, и выходит, Сухану Субхану Субхану. Я помню, когда, сейчас перед тем, как на это ответить вопрос, брат, у нас один был человек, я сам в Ульяновске, если что, корень. Да, я в Курсе. В Ульяновске, в Ульяновске, там был один, один брат, то есть один человек, армянин, он принял там ислам потом, и когда принял ислам, мы начали определяться, ты кто, а ты такой, а ты такой, а ты муртид, а ты хартид, а ты салафит, а ты суфи, а ты это, я говорю, Субхану Аллах, куда идти, туда идти, с этими ругаешься, с этими ругаешься, я говорю, Субхану Аллах, я говорю, то ислам, ходил там на разборки, там, ради, там, это, какую-то землю забрать, или рынок, или так далее, а сейчас зашел, говорит, тоже разбираюсь, там, из-за этого, тимурджит, или хориджит, или это, поэтому, я говорю, просто мусульман, могу ли я быть, просто мусульман, говорит, да, поэтому, это все из-за невежества, все из-за джахля, если посмотреть ученые, например, сейчас ученые, умы которых, они так себя не ведут, как сейчас ведут, некоторые молодые братья, которые, опять же, некоторые там, учился там, у ученых, у шейхов, долгое время, и так далее, где-то вот взял там, год может получился, полгода, и так далее, в интернете, ищет, ищет, а вот эти вот вещи, то есть, у него нету, как конкретно базы, понимания, там, глубокого понимания шариата, уссуля фикха, и так далее, там, вот этих вот, всех мусульмах, хадисов, то есть, нету вот этого, ташсира, Кур'ана, конкретного глубокого понимания, нету, у него есть поверхностное, вот это, что, ага, что, это об этом говорят, что об этом, такие вот есть люди, и они любители это все собирать, из себя строить ученого, и потом, ага, а когда чуть-чуть с ним начнешь глубоко общаться, на термина, шариатский термин, он уже понимает, что он как бы не понимает, мы-то, у нас, не знаю, я не говорю, что я такой, знаешь, у меня знаний нет, я что там, ну почему я, я к чему говорю, а этот человек там, полгода тут учил, там, или где-то взял, нахватался в переводе, и так далее, у нас много, часто такие были с ребятами, некие споры, диспуты, вот такой шейх сказал, я говорю, я у этого шейха учился, говорю, я у него учился вот так вот, вот перед ним сидел, вот и брал знания, он так не сказал, говорю, может быть сказал, но для какого-то общества, какое-то время и так далее, потом даже я с ним созванивался, шейх ты так говорил, вот такой, да нет, пускай это моего имени, не говорят, и люди говорят, любят сейчас, ага, приписывать себя какому-то шейху, какому-то устазу, тогда он сказал, он сказал, он сказал, он так не говорил, или по-своему он понял, или перевернул его слова, добавил, и потом начинается, поэтому братьям, я хочу всех призвать, аль-хам-ду-ля, мы должны распространять мир на земле, мы должны, аль-хам-ду-ля, быть братьями, мы должны салям давать, мы должны выискивать ошибки и так далее, там, ты такой или такой, Аллах, субхан-ду-ля, нас не послал на эту землю, чтобы выискивать друг друга, недостатки, и Аллах не послал, не спросит нас в судный день, почему ты на него не сказал хариджит, а почему ты на него не сказал это, а почему ты ему салям дал, а я этого не дал, Аллах спросит из нас, что ты сделал для моей религии? Что ты сделал, чтобы была благодать на земле? Что ты сделал, чтобы этот человек приблизился к Аллаху? Вот за это у нас будет спрашивать. Поэтому, брат мой, почему так? Я отвечу, что это, наверное, как молодость, из-за молодости, еще из-за, так скажем, вот это невежество и так далее. Может быть, кто-то хочет с хорошим намерением, но с хорошим намерением дать брату салям. С хорошим намерением лучше в его понимании. Лучше взять знания. Да, да, да. Один раз был такой брат, который только принял ислам. Вот я просто приведу пример. Он только принял ислам. И 3-4 месяца, и потом его там сестра провела, говорит, он говорит, слушай, он, говорит, стал так феритом, то есть, говорит, на это, говорит, тот не верит. Только 4 ислама, Маршалла, уже людей решает, где кто. Я потом позвал к себе. Я говорю, давай пообщаемся. Как ты, говорит, можешь, как бы это? А вот этот, он это решает, тот так делает, это, он не мусульман, он вышел из религии, шейх такой-то сказал. И кто так скажет, что он мусульман, он тоже не мусульман. Я говорю, правда? Я говорю, можно? Прочитай, брат, 40 фатиху, пожалуйста. Я понимал, только приняли ислам, что он неправильно. И он такие ошибки сделал, там, например, не на амта, а на амту читает, и так далее. То есть, про отношение букв не... То есть, меняет смысл фатиха. Я потом скажу, субханаллах, говорю, если так, я тоже могу тебе сейчас сказать, ты вышел из религии. Я говорю, как? Я говорю, да давай, вот по твоей логике. Пророк Мухаммад, саллаху, алейхи саллаху, сказал, нету намаза у того, кто не прочитал фатиху. Согласен? Согласен. Это такое. По твоему мнению, что кто не читает намаз, тот неверующий, правильно? Он говорит, да, правильно. Я говорю, хорошо, говорю. Сейчас получается, ты прочитал фатиху неправильно, Пророк, саллаху, сказал, у него нету намаза, значит, ты не прочитал намаз как будто, а если ты не читаешь намаз, значит, ты неверующий. Вот такой, садил, Поэтому, братья, не спеши на это, мы должны брать знания. Братское общение у всех должно быть. Братство должно давать салям. Не лезть в эти вещи. Эти ученые разобрали. А мы должны быть мусульманами. Почему в разных регионах празднуют Урзабайрам в разное время? В двух соседних селах даже могут по-разному праздновать. Но в разное время. Почему нельзя найти компромисс? И вообще, как его найти? Это, конечно, такой вопрос, который каждый год. Но вроде бы сейчас, аль-хамдул-ля, как-то еще идет на Урзабайрам. В этом году, например, аль-хамдул-ля. Но не знаю, как разногласия будут, когда праздник будет, аид или нет. Это, опять же, почему так? Я сейчас объясню, почему так. Пророк Мухаммед, саллаху алей-саллаху 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 алей-саллах И вот эти два хадисля, то есть именно Суммулирует, и во вторую Лунурует, то есть простого должно быть, чтобы по Луне смотреть. Но есть регионы, где смотрят по календарю. Есть календарь, который на 100 лет вперед уже обозначил, когда будет Рамадан, когда будет Аид и так далее. Мы числили там сами как-то по-своему. Поэтому те, кто по календарю не совпадают, те, кто смотрят по Луне. Теперь вопрос, как быть тому человеку, если он живет в регионе, и там сказали, например, Рамадан начался, но Луну в Саудии, например, не видели. Раньше, я помню, когда я сам в Саудской Аравии учился, когда учился в Саудии, первое время, когда только учились, если папа, мама у себя в городе, у них не видели Луну, а у нас там видели, у них еще не Рамадан, мы звонили там, все, простите, ругались. Папа, помню, говорил, молодые еще были, сколько, 17-18 лет. Папа говорит, как, шубханаллах, тут же Муфти сказал, ну и что там, в Саудии не видели, все, там это нельзя. И нам так говорили ученые в Саудской Аравии, в шейхе. Потом сейчас, в последнее время, когда было, это было уже в каком последнее время, в 2009-2010 году, когда в России, помню, наступил Айд, праздник. А в Саудской Аравии еще не было. Мы к этим же ученым, шейх Барраку, шейх Адель Кальдани, там, имам мечети, пророк Саула 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 был в той мечети, сейчас. То есть еще другие несколько ученых спрашивали. Я говорю, шейх, как нам сделать, у них там Айд, а у нас еще пост. Сказать им, чтобы они, а у них, что им делать, праздничать, день поститься нельзя, храм, пророк Саула 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 запретил, яму лейк, пойти у Роза Байрама или Куркбан Байрама, поститься, храм. Ученые, эти же ученые, в Аллахе говорят, пускай они не постятся и идут на праздник. Субханаллах, потом переспрашиваем, может быть, им тогда в этот день не поститься, пойти на праздник, а потом восстановить, как Каза сделать. Нет, говорит, у них праздник. Я говорю, а как же хадис, пророк Саула Саула Саула, поститесь, когда увидите, и разговаривайте, когда увидите. Он сказал, говорит, ну есть другой хадис, где пророк Саула Саула сказал, поститесь вместе с Джамаатом, и разговаривайте вместе с Джамаатом. Я говорю, ну они по календарю, ну и что? Я говорю, Субханаллах, на сто лет вперед он по календарю, ничего страшного, если там муфти сказал, и так нужно делать. Я говорю, а почему вы тогда раньше нам другой хадис говорили, по луне, а сейчас говорите другой? Они говорят, мы не знали там, то есть у вас, мы не знали ваше положение, думали, что у вас там вообще не знающие, думали, что у вас там этих ученых нет, ну, которых бы муфти там нет. То есть имейте в виду, то есть люди, которые бы брали на себя ответственность по этому вопросу нету, поэтому мы как бы давали свою фетру. Поэтому вы сейчас, и постоянно они сейчас нас даже ругают, если там это, поэтому я что скажу, это вопрос, опять же, кому, это вопрос к муфтию, к имамам и так далее. То есть нужно как-то смотреть так, стараться, чтобы, иншаллах, везде было в один день, иншаллах, чтобы все, аль-хамдур, мусульманами вместе разговаривались и стараться вот имамам и так далее, иншаллах, муфтям этот вопрос регулировать, иншаллах. Но, аль-хамдур, каждый год, каждый год все идет к лучшему, и в будущем, иншаллах, везде, иншаллах, везде. Можно ли во время у разы сдавать кровь? Сдавать кровь или сделать хиджаму, поэтому есть разногласия среди ученых. То есть три мадхаба, Абу-Ханифа, Абу-Ханифа, Аш-Шафи'и и Малики, они разрешают, дозволяют, так как приводит хадис пророка Мухаммада, саллаху алейху салям, пророком, везде. Когда он был постящимся, так же сдел Michelin, когда был в храме, то есть на время паломничества Умры. А имам Ахамд, мад хамбалийский мадхаб, запрещают, и говорят, что он порienne пост. ссылается на хадис пророка Мухаммада саллаху алейсалям. Тут хадис Бухари, это тоже достоверный. Ибн Аббаса, где пророк саллаху алейсалям сказал, хадис ибн Аббаса, где пророк саллаху алейсалям сказал, сделал разговление тот, кто делает хиджаму и тому, кто делает хиджаму. То есть у обоих у них пост портится. И вот здесь есть разногласия в этом. Те, которые говорят маликиты, шафииты, ханафиты, то, что пророк саллаху алейсалям делал, и он постился. И пророк саллаху алейсалям делал хиджаму, и он был в храме. То есть имеется в виду, это хадис сильнее. То есть почему бы тогда пророк саллаху алейсалям делал? Эти же им отвечают ханаби. Я говорю, что этот хадис, где пророк саллаху алейсалям сказал, Ифтар сделал то, кто сделал хиджаму, и кому сделал хиджаму, он пришел после этого. Поэтому то, что последнее пришло, это отвержает. А эти же отвечают им, нет, Почему сказал Ифтар, сделай то, кто разговаривает, сделай кому сделай, потому что когда сделают человеку хижаму, у него может быть да, слабость, и это приведет его к тому, чтобы ему скажут, выпей что-нибудь, там лекарство, выпей воду и так далее. Или может быть, когда эта кровь выходит, обратно может зайти, потому что, как сказали сахабы, что такое Ифтар, это не то, что выходит, а то, что в тебя заходит. Поэтому если с тебя выходит, это не портит, а то, что заходит, поэтому они поняли, что кровь может что-то выйти и обратно туда зайти, поэтому может быть разговаривает. Ну, теперь что мы? Это мы как разобрали с точки зрения шариата по фигу вопрос. А так, ученые говорят, если человеку нет такой сильной нужды, сделан хаджам, он пускал, он оставит это после Рамадана. Но если у него есть сильная нужда, и он, иншалла, думает, что это не приведет к нему, чтобы там нужно будет что-то выпить, там, воду, там, или лекарства, то, иншалла, это позволено. Ну, чтобы он, например, сдать кровь, хочет он полезное что-то, чтобы помочь людям, там, и так далее. Иншалла можно, но если есть возможность, если есть возможность, то, иншалла, после, иншалла. Если нету, если это так необходимо, то пускай сдаст, потому что на это тоже ездили головами. Можно ли бриться во время поста? И вообще можно ли бриться? Что если порезался? Вот это вопрос, я просто не знаю. Брить что имеется? Бороду или голову? Ну, вот да, вот, похоже. Но бороду, наверное, нежелательно брить. Да, брить, брить, бороду харам, нельзя брить. Нельзя, запрещено. Стричь, да, стричь, есть разогласие, стричь можно. Большинство мнений учебных, что стричь можно, а брить нельзя. Брить нельзя. А что касательно другие части тела и так далее, то можно это как бы портить. И если порезался, ничего страшного? И ничего страшного. Окей. Опять же, к чему возвращается, опять же, к чему возвращается, порезался хиджами. То есть некоторые думают, вдруг ты порезался, ага, кому-то хиджаму сделал и ссылаются на то, что дали, что портит, вот на это, то есть опасается. Нет, нет, то есть мы можем сказать, что нет, не портит, да? Да, не портит, да. Что ислам значит для вас, Асхад? И что значит для вас, Мухаммад? То есть для меня вопрос тоже. И какими качествами, по-вашему, должен обладать мусульманин? Мухаммад, иншаллах, я много говорил с тебя на счет, иншаллах, я тебя тоже послушать хочу, а потом уже я отвечу тоже. Ну, я не знаю, я скажу, мне легче сказать, какими качествами он не должен обладать, наверное, гордыней, да, в первую очередь гордыней. Знаешь, блин, ну мне, мне тяжело отвечать на вопрос, мусульманин должен быть хорошим во всем, то есть положительным. Знаешь, вот если тебя не затрагивает, вот у меня даже вот так, например, когда ты там, бывает, паучок бежит, да, его можно раздавить, или там муравей, и вот, если тебя не беспокоит его это состояние, если ты готов его раздавить, то это плохо, это плохое отношение к жизни. То есть тебя должно беспокоить, но он муравей, да, он мне не причинит вред, да, он просто пробегает, да, или там паучок, например, или между, делаю выбор, например, между тем раздавить его, или там в баночку аккуратно засунуть там, например, и выпустить его. То я выбираю, например, выпустить его. Я считаю, не знаю, как у меня почему-то на язык не садится сейчас это слово, но как это сказать? Должен быть снисходительным, сочувствующим, переживающим за своих, там, за своего, постараться не открыть недостаток своего брата, а скрыть его. Например, я вижу мусульмана в наилучшем свете, если он что-то делает, то это обязательно хорошо, если он исходит из точки зрения там, своей религии, из точки зрения, из понимания своей религии, то он всегда поступит правильно, всегда он, ты не будешь чувствовать рядом с мусульманином, себя, свое имущество рядом с ним, ты не будешь за него переживать за свое имущество, и не будешь чувствовать себя в опасности рядом с ним. И, по-моему, ругаться буду сейчас. Просто прерывают меня, звонят Асхат, а я, видишь, как Сабр, я сейчас не позвоню, не скажу, ты что делаешь? Я еще так не буду, я на Сабра аккуратно так же. Нет. Вот, вот это тоже качество мусульмальное, я считаю, должно быть. Не гневаться, сдерживать себя, быть, ну, то есть, контролировать свои эмоции, контролировать свой гнев. И уже про гордость говорил я. Ну, вот у меня как-то, знаешь, у меня вот такой затянутый такой вот ответ, а ты ответишь, я думаю, гораздо лучше. Что значит быть мусульманом? Это выполнять свои пять столбов, наверное. Произнесение Шагадат, Рамадан, пять молитв, хадж. Да? Да. Скажи. Очень правильно, очень четкий, Машал, так сказал ответ, Машал, и так, Машал. Я знал, что ты сейчас все работаешь. Видно, когда человек говорит, от сердца шел. От сердца сказал, Машал, брат. Поэтому, джазак лахая. Так оно и есть. Опять же, я же помню, когда мы в мечеть приходим, там все, Мухаммад, можно сфоткаться, можно сфоткаться. Я знаю, что мы спешим и так далее. Ты каждому, Савханал, конечно, брат, давай там это. И там бывают охранники, Савханал, которые после прослезились, там братья, которые там, например, он тебя никогда не увидит там в жизни, там он смотрит тебя просто. И как бы он, ты, может быть, про это забыл. И проходит, что ты вообще не помнишь тебе об этом. Но он с этой фоткой живет, вот я Мухаммада сфоткал. То есть, как он радуется. Сколько это ему сердце вселило. Потом себя на родину. И маме своей управляет, папе, там, брат им и так далее. Вот наш сын, там, он туда уехал работать на заработки, подметает там чисто и так далее. Ну, смотри, с какими людьми он там это увиделся. Потому что он вселил радость, брат. Вот это вот и есть Ислам. Вот это... И поэтому, когда... Вчера, вот, когда мы были тоже на Иштаре, там тоже был наш брат Абдул-Азиз, Абдул-Вахабов, Исламбек, Альбий, альбийский чемпион. И я им сказал, говорю, братья, и там, когда мне дали слово выступать, то есть, как бы, мы там... Много тоже было вчера людей такие, там, известный художник, там, это... Я говорю, Суханал, мы были вот... Недавно на одном Иштаре, там был Мухаммад, и ты там был, Исламбек, на этом Иштаре, там другие братья были там, такие известные звезды. Ой, тебя не слышно, Асхад. Чего-то тебя не слышно. Сейчас, наверное, на уши нас убираю. Ого, сейчас слышно. Сейчас слышно. И я сказал, Субханал, я говорю, там известные люди, известные, которые такие звезды, там, которые по телевизору показывают, так далее, но вы в этот момент близки к людям. Вот это вот качество очень... Пророк Мухаммад, Саллаху, вот сейчас мы, Мухаммад, просим каждую ночь Аллаха, чтобы Аллах спас нас от наказания, наших родителей, наших близких. А хотим и думаем, что бы такое сделать для нас. То есть кто-то говорит, эх, я бы сейчас весь Коран прочитал, но читать не могу. Эх, я бы сейчас это сделал, но это... Что мы можем сделать на ответ, который беспроигрышный. Слова пророка Мухаммада, он никогда себя ничего не говорит. Каждое сказанное слово, это вахьюха, это кровя от Аллаха. Посланник Аллаха, Саллах сказал, «Харрам Аллаху аляннар». Говорит, Аллах запретил Аду, то есть запретил Джаханнаму, то есть Аллах сказал, Аду харам тебе наказывать каждого легкого человека, каждого мягкого человека, и каждого близкого от людей человека. То есть слава Аллах, то есть слава Аллах, легкий имеется в виду, в отношениях он не тяжелый. То есть бывает такое, тяжело с ним общаться, там не понимает, шутки бывает, там или еще что-то сразу такое, ты знаешь, там, или так вот ходишь такой, без улыбки, там, то есть такой тяжелый, с ним договориться тяжело, что-то там, через к нему там, он там поднялся чуть-чуть, там на какую-то там, должность, там к нему надо через 10 секретарев попасть, и так далее, когда из одной тарелки кушали. Вот это тяжелый, а легкий, легкий такой человек, крупный. Второе, легкий, то есть да, он может быть, когда нужно показывать свою храбрость, свою силу, но с общениями, именно с такими людьми, как со слабыми людьми, которым там, не могут тебе там ответить, именно с такими людьми, которые может быть, стесняются тебе, что сказать, ты мягкий. Бывая где-то, где-то бывая ситуация, ты можешь там проявить вот эту жесткость, опять же, лучше мягкость, ну это, а именно вот такой мягкий человек, снимал, аль-хаммур велико, он мягкий, а маша лауна, ты же пошутил, он понимает шутку, там ты что-то там, там это его задел, он там сразу не обижается, там это, такой мягкий человек, и от него добро исходит. И третье, кариби минанас, близкий от людей, даже если это будет министр, даже будет он президент, даже будет там звездой такой, которую все его окружили, но он близкий, он не закрылся там, ко мне там, не подходите и так далее. Да, бывает, я понимаю, когда у человека времени нету, когда он не успевает, когда еще что-то, даже тогда помнишь, мы не успевали таравик брать, и говорят, сфоткаться, говорю, потом после намаза, как бы это, но именно в основе он что, он близок, он не отдаляется. И знаешь, вот один красивый такой, ученый сказал такую красивую вещь, вот посмотри, говорит, на муравья, и по-моему, муравей, говорит, он все, что если посмотреть, иногда на себя такие деревяшки, и он тащит себе туда домой, он все себе, все себе, такой закрытый, такой топтается под ногами людей, говорит, а пчела, говорит, собирает мед, раздает людям, и летает на высшем месте. Поэтому именно, то, кто ради Аллаха проявляет скромность, Аллах, субхану ватори, этого человека завершает. Я говорю, когда с тобой уже братья познакомились, я говорю, Машалла, брат, ты такой скромный, джазак Аллахар тебе, вот брат, ты забит наш брат, Машалла, скромные такие братья, доступные к людям, то есть это, то есть люди вот думают, что люди думают, что ах, вот так, нет, Мохаммад Машаллах такой близкий к людям, там другие братья, вот это вот, иншаллах, как в прошлом качестве, Аллах просто, джааду скажет, харам тебе, обжигать моих рабов вот этих. И что, душа, брат мой, что для меня значит религия? Это, не заходя вовнутрь туда, это, это права Аллаха и права людей. Права Аллаха, имеется в виду то, что ты сказал, пять толпов и так далее, права людей, это взаимоотношения, просто сказать, один, это религия, взаимные отношения, это монахистовая религия, аль-хамду-ля, это, иншаллах, вот это вот, не нарушать права других людей, вот это вот, для меня тоже, аль-хамду-ля, религия вот эти, не нарушать права Аллаха и не нарушать права рабов Аллаха. Барак, барафика. Барафика, барафика. Бра, ну на этом мы, иншаллах, завершим наш первый, но, иншаллах, не последний прямой эфир. Че, не можешь этот еще разочек проверить? Давай. Сейчас, ты готов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok